Всем привет! Говорит Алекс Рантия. Итак, у нас сегодня завершается тур в Доминикану. Я хочу сделать общие выводы, общий резюме по этому путешествию. Может быть, кому-нибудь это будет полезно для планирования своих путешествий в эту удивительно диковинную страну, родину индейцев Таина. Итак, все-таки перелет в Доминикану это 12-13 часов, в зависимости от погодных условий. Ему нужно быть морально и физически готовым к этому перелету. Поэтому сразу имейте в виду. А насчет детей. Сюда тоже привозят детей. Они терпят эти 12-13 часов как бы без особых эксцессов. Те люди, которые садились в самолет в нетрезвом виде, они 10 раз уже успели и протрезвиться, и накидаться опять. Но, собственно, смысла накидываться перед полетом никакого абсолютно нет. Теперь по заселению в отель. Встречают здесь гиды, рассаживают всех по автобусам, если у вас не заказан индивидуальный транспорт. В общем, как везде и всюду по другим странам. Заселение в отель здесь вот у нас получилось не в привычной, как во всем мире, 12 часов дня, а в 3, аж в 3 часа. Мы сюда заехали в 8 утра, в 9 утра примерно заехали в отель. И до 3 часов дня сидели, ждали, когда, все туристы ждали, когда раздадут номера. Но имейте в виду, что здесь постоянно плюс 29, плюс 30 и очень-очень душно. Поэтому, прилетев сюда в обыкновенной, так называемой, московско-российской одежде, вы сразу здесь паритесь. Вот этот момент надо сразу тоже просчитать, чтобы, прилетев сюда и ожидая номера включая, чтобы вы могли переодеться. Далее, при заселении номера имейте в виду, что здесь домики вот в «Оксиденте» от «Уттакана», они трехэтажные, но первый этаж здесь выполнен как... Прямо заходи с улицы на балкон, то есть никаких здесь нет ограждений. Человек, проживающий на первом этаже, он живет как в аквариуме, его видно, чем он там занимается, и балкон его без ограждения. Поэтому рекомендую дать немножко денежек, я 10 баксу давал, чтобы дали второй или третий этаж. Второй или третий этаж самый идеальный, по слышимости, не слышно, кто как ходит по улице, каблуками не стучит, все нормально, в принципе. По качеству номера. Качество номера я хочу сказать, что оно тянет на хорошую крепушистую четверку. Номера целые, не разбомбленные, все, что положено быть в номере, все есть. Конечно, нет халатов, тапочек, но полотенце, полный комплект полотенец имеется. Имеется и базовый, так называемый, напор шампунем, моющим, чистящим средством. Но зубную щетку и пасту надо будет с собой все-таки взять из дома. Также там и мочалки, вихводки, прочее, ерунду, мытьейную тоже надо брать из дома. Здесь только полный комплект полотенец. Кровати удобные, я спал, банально не просыпался, все здесь в принципе хорошо. Корпуса чистые, уже говорил, тихие, спокойные. Дискотека здесь проходит в стороне от основных корпусов проживания, поэтому особо мешать дискотеку и анимации здесь не будет отдыхающим. Плюс они выключают любые звуки. С дискотеки уже 23 часа, то есть они уважают отдых туристов, любящих пешим. Территория отеля достаточно огромная, здесь можно прогуляться, как я и говорил, вечером есть дискотека, есть различные кабары, шоу и так далее. На территории отеля работает серия ресторанов различной плотности, кабачков, где можно потусить, покушать, выпить или попить что-нибудь там. И, конечно же, море. Море здесь очень теплое, и оно не охлаждевается и не согревается, оно держит с одной постоянной температурой. Сам пляж песочный, песок белый, средне-зернистый, он не забивается вам особо в вещи, они не прилипают ни к чему. В принципе, песок, можно сказать, деревен. Конечно, я видел здесь на диких пляжах песок покрупнее, который тяжелый по своей структуре и вообще ни к чему не прилипает. Но здесь песок так называемый средний. По теме персонала, персонал здесь не приставучий, особо денег не просит. Но есть так небольшие лайфхаки, что если вы хотите, чтобы у вас кровать и полотенца всегда были свежие, надо оставлять по 2 доллара у себя в номере перед тем, как покинуть номер на длительное время для горнични. Остальному персоналу давать деньги просто так, что они улыбаются, смысла никакого нет. Они здесь зарплату получают. Это уже дальше вы сами. На пляже да, есть корабейники, они пристают, купи, купи, купи. Покупать у них ничего вообще в принципе не нужно, потому что они могут всучить и подделку, и неподделку, и непонятно, что в принципе. Просто улыбайтесь, руками помахались, руку пожали, скажите, что у вас все это есть. Здесь очень продают много сигарет, сигар, сигарил, эти корабейники. Но это вы все можете купить на экскурсиях в отдельное для этого время. По поводу купания, хочу сказать, что здесь идеальное время купания это утром до 10 часов и после 15 часов, когда солнце уже идет на спад. Вот в это время самое милое время купаться. В 6 вечера здесь уже темнеет, становится очень темно. что день здесь очень быстро заканчивается. Далее. Комаров здесь нету, здесь есть москиты, но они не такие злые, не так сильно нападают. Ну, говорят, их здесь травят, ими занимаются. тараканы здесь тоже есть, но их тоже травят. Я видел нескольких экземпляров, они валяются на полу, уже полудохло в состоянии, то бишь здесь за чистотой следят, с территорией отеля очень следят. По поводу экскурсий, а, извиняюсь, по поводу питания. Питание здесь трехразовое, строго по расписанию, коридоры по питанию здесь 2-3 часа, поэтому здесь, в принципе, как-то промахнуться, опоздать с питанием достаточно сложно. И даже если это произошло, вы можете зайти в любой ролл-бар, ролл-бар, который находится на территории отеля, и там покушать вполне. Вот, например, вот этот бар, который я назвал «Таблетка», здесь можно и выпить, и закусить, и покушать. Здесь базовый набор еды, вот, а там, вон, дальше, выше, справа, это же ресторан, на втором этаже, они открываются в 18 часов вечера. Кстати, по поводу ресторанов. Здесь есть один общий ресторан для всех, куда можно прийти в обыкновенной летней одежде, в короткой, вас туда пустят, обслужат, персонал там подходит к вам к рукам, обслуживает, наливает чай, кофе, вино, пиво, что вы захотите. Выслушивает ваши пожелания, очень вежливо, очень приятно. А также есть рестораны с индивидуальным обслуживанием, куда нужно записываться, но туда нужен дрез-код, то есть длинные штаны и длинная рубаха. Просто так вас туда никто не пустит. Я вот и записался в один ресторан такой, но не рассчитался штанами. У меня нет длинных штанов. Офига, плюс 30 длинных штанов есть. Ну вот, поэтому в этот ресторан я не смог попасть. Ну, не жалею. Вот. Теперь по поводу экскурсий. Конечно, можно никуда не ездить, но побывая в такой дальней стране, конечно же, надо съездить хотя бы на одну какую-нибудь экскурсию. Самая простая экскурсия, она бесплатная. Она есть, наверное, в каждой стране. Это шопинг-экскурсия, но здесь она не просто шопинг, а здесь она еще идет как экскурсионного направления. Здесь показывают, как изготавливаются местные доминиканские сигары, как они накручиваются, закручиваются, прессуются, история происхождения, все-все-все-все. Все это рассказывается кратким курсом, нашим русскоязычным гидам. Потом дают эти сигары пыхнуть, дунуть, курнуть. Ну, кто как, что умеет. Затяг, не затяг. Пожалуйста. По одной сигаре на носу дают. Потом рассказывают про происхождение Рома, как он и сахарного тростника здесь давит в другом павильоне. Потом Рома дают пробовать, все рассказывают, показывают. Можно там нахлюпаться, нахлюпаться этого Рома без проблем. Там безлимитно. Это Ром Оливер. Местного происхождения, без экспортного постранения в мир. Далее. Здесь также есть павильоны шоколада. Здесь шоколад тоже делают. Достаточно хорошие. И кофе. Кофе зерновое и молотое. Вот. Пожалуйста. Можете себе это попробовать, купить. Также есть бы огромный павильон сувениров, где можно приобрести местные достопримечательности. Мама Хуана и сигареты, и все на свете. И там статуэтки, где они делятся в Таины и так далее. По поводу Мамы Хуаны я набрал себе струганины. Мамы Хуаны, так называемая стружка. Это срезь с деревьев, корешки, которые потом можно будет запаривать на спиртных напитках и делать так называемые лекарства Мамы Хуана. Далее. По другим экскурсиям наиболее интересное по соотношению цена-качество это экскурсия краски Доминикана. Она, в принципе, как более расширенный вариант, бесплатный версии по Доминикане производства. Здесь рассказывают более углублено про те же самые сигареты, про те же самые шоколад, про завод Рома. Вас привезут на завод Рома, покажут, как этот Ром разливается по бочкам, покажут склады, дадут попробовать, понюхать, потрогать, пощупать все. обойдете цех вместе с гидом, все там рассказывают, показывают, цех действующий, люди пакуют Ром в бутылке, в бочки, в коробке, все, показывают фильм про Ром и так далее. То же самое с сигаретами, потом вас везут в Санто-Доминго, это столица Доминиканской республики. Пока вы едете тоже все рассказывают, от Колумба до, не знаю, до индейцев и до Америки со сегодняшних дней про всю Доминиканскую республику в истории, а потом вы гуляете по центру Санто-Доминго, там где памятник Колумба, там где стоит собор, четыре гигантских тополя тысячелетних и там тоже проходит экскурсия по минимальной, по малой фабрике шоколада, дают вам самим заполнить плитку шоколада своими собственными руками, а также смотрите мультик про местную достопримечательность, местную достопримечательность, пират Дрейк, который захватил Санто-Доминго путем хитрости. Почему они его здесь ценят, я не понимаю, потому что этот товарищ сжег половину города, разорив, собрав бабки, свалил от себя, сел в гоп-стоп местному населению, но почему-то они его здесь и ввали. Целый кинотеатр тоже водят под этот мультик про пирата Дрейк, во всех языках, кстати, это 4D кинотеатр, а также здесь прогулка небольшая по набережной, которая идет по городу, очень красиво сюда заходят большие лайнеры океанские, все это мы видим, все это мы трогаем, все это мы фотографируем, вот, другие экскурсии здесь тоже есть, вот я катался и на вертолете индивидуальный тур был, он, как сказать, дикий тур, очень рекомендую, но он уже стоит достаточно хороших средств, то есть, ну, в принципе, раз в жизни тебе это можно позволить, прокатиться на вертолете в джунгли, посмотреть на дикие водопады и потом вас отвозят на пляж, где можно искупаться, где никого там в сотни, в сотни метров вообще, в принципе, нет, и там как раз крупный тот самый песок и ласковое, тихое море, чистое причем, вот, а по поводу Сионы-Лисаоны, там, где морские звезды, мое мнение таково, что это, как бы, алкотур, туда людей загружают ровом еще до начала тура, люди там уже жареные приезжают туда, находят эти звезды, фоткаются с ними, а потом их отвозят уже на овощной берег, где уже люди как овощи уже там нагоняются и уже купаются в том же самом море, что, в принципе, есть у отеля. Особого отличия нет, единственное, там очень много разбитых кораллов, которых можно поранить ноги. Особо такого плюса нет. И плюс там еще назойливые местные, которые предлагают там всякие крема, там, масла, массаж, прям подходят и тебя начинают массировать, в общем. Хочешь ты это, ты хочешь, а потом деньги просят. Вот. Еще один момент такой мне здесь это маленечко не понравилось, здесь постоянно они возят с собой на экскурсии двух фотографов, они их называют Pepsi, Cola, Coca, Cola. В принципе, ребятишки позитивные, это гаитяне, но фишка в том, что когда ты начинаешь выбирать фотографии у них уже из-за того, что они наснимали про тебя, снимают достаточно профессионально, они тебе за каждую фотографию выставляют прайс 3 доллара, но, казалось бы, всего ничего, они тебе пытаются слить весь шлак, то есть, одна хорошая фотография, а 9 там неудачных, и они тебе пытаются слить все вот эти вот 9 фотографий, помимо одной хорошей. когда ты начинаешь объяснять, что тебе это не надо, вот надо вот эту одну, потом вот эту одну, вот эту одну, вот эту одну, то они на тебя начинают махать руками, ругаться и говорят, все, новую фото, короче. Вот такой вот момент. Отдельно я хочу сказать большое спасибо по всему туру, это представителем компании Аникстур, благодаря этим девчонкам это Мария, лисичка, и, там, Ирина, еще одна лисичка была, они нас встретили, когда сюда наша группа прилетела, и все время сопровождала. Без них я не знаю, как нас разрулили, потому что место нихрена не понимает русский язык, и на английском плохо объясняется, здесь в целом у нас равно родной язык испанский, поэтому без этих лисичек мы бы были бы глухонемыми абсолютно, не понимая друг друга, работников отеля. Приходилось несколько раз обращаться к этим лисичкам, чтобы они разруливали те или иные ситуации. Из местных косяков хочу сказать, что в Оксидентале казалось бы, все идеально, но, когда вы берете пляжные полотенца, там выдается специальная карточка за эти пляжные полотенца, к сожалению, карточек может на всех не хватить, и вам вместо карточки дают бумажку с надписью полотенца. И все. А вот когда надо вот улетать, то тоже карточек может не быть. Вот как вот быть, вот вопрос в подвешенном состоянии. Таких вот ситуаций тоже бывает, случается, и вот благодаря этим лисичкам можно разрулить. Теперь по поводу интернета. Интернете здесь два варианта. Это отельный интернет, Wi-Fi, но он стоит 50 долларов в неделю на одно устройство. А также лисички предлагают, аникстуры предлагают покупать в аренду модем. Модем стоит тоже 50 долларов в неделю. Преимущество модема в том, что вы уезжаете куда-то на экскурсию, и вы всегда в интернете. То есть, WhatsApp, Piper, Skype, что вам нужно, всегда в сети. Плюс, этот модем поддерживают до пяти устройств онлайн. То есть, ноутбук, пару телефонов, планшет, пожалуйста, все в сети, все с собой, очень удобно. Я брал этот модем и технически по мобильности очень-очень-очень удобно, потому что были такие ситуации, что, например, я жду этот автобус, экскурсия закончилась, а автобуса нет, я пишу лисичкам, а лисички говорят, да, сейчас разберем, сейчас разбудим, все. И, как бы, я всегда был в сети. Можно, конечно, купить местную симку, но, чтобы купить местную симку, нужно ехать в какой-то там торговый центр, куда-то там в центр, чтобы вас эту симку активировали в их офисе официально. Так просто симку здесь как бы не объяснили, не купить. Ну, опять же, вопрос раздачи, какой вам тариф сейчас. Ну, а здесь все готово, поэтому, если вы приехали отдыхать, в принципе, можно не заморачиваться, взять этот модем и отдыхать дальше. Еще раз вернусь к питанию, питание здесь весьма разнообразно, но, к счастью, здесь доминирует, доминикирует европейская кухня. Это не острая, мягкая, такая ласковая, спокойная кухня, от которой желудок не взрывается огнем дракона. Здесь можно и найти пюрешку, и макарошки, и рис. Рис, кстати, они очень любят, благодаря китайцам. Рыбка здесь есть, курочка, говядина. Насчет говядины, мне говядина не понравилась, потому что она с каким-то тут привкусом, с душком. Мне не по вкусу она пришлась. Соки дают, пиво, кстати, здесь весьма очень хороший, качественный. Вина так себе, ром, но ром я не умею отличать, потому что крепкие напитки, они перебиваются в вкусовое качество. Я не могу ничего рассказать про ром, хорошего или плохого. Также здесь есть бар, бардейн-беллис и другие интересные напитки, это на любителя. Супчики здесь тоже дают и много-много-много прочего. Это фрукты, мои любимые ананасы, арбузики и так далее, и так далее, и так далее. Пирожные, мороженое, все здесь это есть. То есть, отель достаточно высокого уровня класса. Если где-то я еще был в мире в других отелях, отдыхал так, то скажу, что Accidental Punta Cana это наиболее крупнейший отель из тех, в которых я был в принципе на такой развернутой территории и с таким высоким уровнем сервиса. Здесь к людям местные относятся больше, чем как к кошелькам, больше относятся как к людям, а потом уже как к кошелькам. С местными за территорией отеля я старался не общаться, здесь есть рекомендации не связываться с ними, потому что гаитяне, они немного настроены негативно против обеспеченных так называемых граждан-туристов. так как у гаитян доход достаточно низкий, но это со слов гидов. Но в принципе по этим Кока-Колу, Пепси-Колу я понял, что у них за радость охлопучить рашу-туристу, короче, этими, как я ранее сказал, фейками фотографиями. Ну ладно, говорил Алекс Райанти, это небольшой отчет. В целом, Доминикана это тверда, хорошая четверка с плюсом. Для пятерки я еще оставлю так называемое место для выбора лучшего отеля в моем репертуаре путешествия. И, конечно, это все благодаря заработкам в интернете. Мой блог вы увидите в подписи под этим видео. Там я обозреваю те компании, благодаря которым я сюда смог вырваться. А поездка сюда достаточно недешевая. Я здесь был три недели, отдыхал три недели, еще купил экскурсии на хорошую сумму. Вот так. Вот такой вот отчет. Всем спасибо.